Молодежь Миссия Молодежь Миссия И сегодня смотрят меня онлайн, это моя семья Так что от них от всех большой всем привет Они в России сейчас, в Туле Так что привет вам от моей супруги Ее зовут Инна От наших шестерых детишек У нас три мальчика и девочки А также смотрят мои внуки Моя внучка Алина И мой внук Антон Ну и мои три года смотрят Так что сегодня у нас такая трансляция Вот и пишу видео Для своих друзей Я очень хочу, чтобы Вот то, о чем буду говорить сегодня Многим послужило на пользу Как Александр говорил Я на самом деле хочу свидетельствовать Я хочу рассказать о себе О своем служении Господу О своем пути с Господом Не только об истории Восточной Церкви как таковой в целом Но и о своей личной истории как части этой Восточной Церкви Я думаю это обогащает лекции Я думаю это помогает людям как раз увидеть Как служить людям определенной культуры религиозной Я думаю это помогает сказать Как принести к людям Как православным священнослужителем Я являюсь православным священнослужителем уже больше тридцати лет Тридцать? 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 Первых С восемьдесят седьмого года по девяносто шестой год Я был священнослужителем традиционной русской православной церкви Начинаем с 1987 до 1996 Я был министром русской православной церкви Да В восемьдесят седьмом и восемьдесят восьмом годах я начинал как чтец Как диагон В девяносто первом начал служение как священник И это было в России И до девяносто шестого года моя судьба была связана только с Россией Я не думал никуда уезжать и не думал что буду служить где то еще помимо России Украина не была вообще чужой страной Украина была вообще чужой страной Тридцать? Но в девяносто седьмом она стала у меня родной моей страной И я называю ее уже своей второй родиной На сегодняшний я являюсь украинским священнослужителем, епископом Но я служу не только в Украине, но и продолжаю служение в России, в Белоруссии И в других странах бывшего союза Потому что церкви нашей моей епархии они находятся в разных странах бывшего союза Потому что церкви моей доминации находятся в разных странах Ну так, что церкви нашей епархии Нашей епархии Нашей епархии В разных странах бывшего союза Да, в Грузии, Молдове В Румынии В Румынии Вот С чего начать? Господь благослови нас Благослови эту школу Благослови этих прекрасных людей Которые свою жизнь посвятили Тебе Которые С великой миссией Великим поручением Несут Евангелие Твою этому миру Благослови сегодняшний урок Благослови Господь эти дни в Твоем Святом присутствии быть нам Потому что Ты есть наш Учитель И мы без Тебя ничего не можем сделать Но с Тобой мы можем сделать все Спасибо Тебе за все Аминь Я начну с самого начала Не того древнего начала В начале было слово и слово Бог Я начну с начала моего начала У каждого из нас есть свое начало Как человека Каждого из нас Бог образовывал внутри наших матерей Слава Богу за наших родителей Мы появились на этот свет Но есть прекрасное начало когда мы переживаем встречу с Богом И как мы рождаемся от наших мам и пап мы рождаемся от Бога Новым святым рождением рождаемся И это самое великое таинство Есть много тайн в этом мире Но это самое великое таинство Когда человек рождается свыше Рождается от Бога Иисус говорил об этом в 3 главе Иоанна Это не было новым учением для евреев До Иисуса об этом говорили в Израиле и много говорили Ко времени прихода Машиаха, ко времени Рождества Христа Эта тема была очень популярной Была даже богословская школа, которая именно на этом строила очень многое Школа Шамая Иисус сказал Никодиму Ты один из училий Израиля, разве ты об этом не слышал? Не знаешь об этом? Никодиму, да? Иисус сказал Никодиму Никодим, ты не знал, что ты один из учеников из Израиля Как вы не знаете об этом? Потому что об этом многие говорили, многие знали Но Иисус акцентировал внимание на чем? Что если ты не родишься свыше, ты даже не видишь Царство Божьего Я думаю, у нас есть определенное понимание у каждого рождения свыше Но и даже до Иисуса, еще перед приходом Христа говорили об этом, что это должно быть через встречу с Богом О духовном перерождении человека происходит Перед приходом Иисуса две главных школы богословских было Школа Шамая и Школа Гелеля Школа Гелеля говорила, что не надо тебе возрождаться свыше, ты еврей, ты обрезан, ты кошерен и тебе это достаточно, постарайся исполнять заповеди Хотя Гелеля не отрицала возможности духовного перерождения и рождения свыше, не отрицала это Но он говорил, если Бог решил человека возродить, он возродит, если нет, то нет Он верил в духовное рождение отдельных людей, пророков Но Шамай, великий учитель Израиля, он говорил, Шамай старший Что любой еврей, и даже больше того, любой человек на этой земле с разных народов, уверовавший в Бога Израилева, может духовно переродиться То, о чем я говорю, христианам многим неизвестна тема Я изучаю иудаизм Потому что это корень, это основа, с которого христианство вытекло И как православному реформатору мне это очень важно знать и понимать Иисус дал подсказку, что рождение происходит через него, что он есть ответ свыше, небо И одно из объяснений магида Давида, звезды Давида, да? И одно из объяснений магида Давида, звезды Давида, да? Есть много разных объяснений Есть много разных объяснений О, это не контролирует Хорошо Да, да Значит, треугольничек, который остреем вверх, это Это устремление человека вверх А треугольничек остреем вниз, это устремление человека к нам, к людям Мне нравится, когда еще чашу внутри рисуют, или же крест, или не крест Это знак действительно мессианский Что кровь Иисуса Христа, Новый Завет, стал воплощением этой мечты древней Что кровь Иисуса Христа, Новый Завет, стал воплощением этой мечты древней Это мечты О, да, у меня есть мечта Да, как Мартин Лютин говорил Значит, и у Бога есть мечта Древняя мечта И у человечества есть мечта И эти мечты сами сходятся в Иисусе Иисус воплощение мечты Бога и воплощение мечты человечества всего И школа Шамая, и школа Гилеля, они говорили, что израильские эти школы, что ответ на все вопросы человека, они в Писании И в Писании много книг, в еврейских писаниях много книг Есть одна очень удивительная и странная книга Есть одна очень удивительная книга Книга «Песня песней» Это «А Сунга Сонгс» «Ширгаширин» Шир по-емейски — «пения» Потому что «шир» в европейском языке в Hebrew значит «сингин». Да, красиво. Английский тоже очень красивый. Это красиво. Английский тоже очень красивый. Надо назвать английский язык. Я просто хочу работать с английским языком. Вот, и «ширька ширим», «ширь наш пенье», «песни всех песней». Это «песни любви». Это «песни любви». И это «песни любви». Воспевается любовь мужчины и женщины. Это та любовь, с которой мы все рождаемся. Но с самых древних времен в этой «песне» видели образ взаимоотношения Бога и человека. Человека и Бога. И вот есть стих в «песне песней» «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне». Ладно, я расскажу о себе. Начну с того, что я умер. Ну, в общем-то, смерть – это не очень такое начало. В моем случае так и произошло. Я вырос в семье атеистической, неверующей. Я вырос в семье атеистической, неверующей. Потомственные, там, ну… По отцу моя родня – это ветераны ЧК и НКВД. Ну, как КГБ. Мои дедушки и бабушки были ветераны ЧК и НКВД. Времен Сталина еще, короче. Служили в репрессивных органах. Они были коммунистами, ярыми атеистами. Они были коммунистами, атеистами. Они были ответственны за концентрационные организации, концентрационные кампы. Да, да, да. Я не прикольно. Нет, мне хорошо получается, интересно. Да, значит, и… Я волнуюсь тоже. Когда об этом рассказываю. То есть я о Боге ничего не знал. Абсолютно, ноль. Абсолютно. Моя знания о Боге была равна к нему. Хотя по маме моей моя родня называлась мусульманской роднёй. По-моему, по моей маме, ее семья, генерация, историю были исламными. Потому что я по матери тоталин. Потому что я по матери тоталин. Мамочка. Таталин. Татар. Татар. По папе я еврей. И я был юридический человек, как родился с моим родителем. Родился. И, одним словом, вырос русским атеистом. И я встала, как русский атеист. Вот. И потому что ни та ни та родня ничего о Боге не знали и не говорили вообще. Но я пережил с ним первую встречу, самую незабываемую встречу. Мне было двенадцать с половиной лет. Я заболел и я умер тогда. Была двусторонняя пневмония и воспаление легких. Мои легкие оттекли и врачи констатировали смерть. Они не смогли меня спасти. Было поздно. Вот. Родители плакали, потеряли сына. Но я был мертвым недолго. А через несколько минут я вернулся. Мною уже никто не занимался. Я уже был мертв. Врач попытался лишь успокоить маму мою. Вот. А я вернулся. И не просто вернулся, а был еще исцелен. Мое воскрешение попытались объяснить именно, ну как, как-то попытались объяснить. Но очищение обоих легких и исцеление они никак не могли объяснить. Но короткий момент моей смерти был для меня очень важным. Я о Боге ничего не знал. Никакой теории. Ни мусульманская, ни иудейская, ни темория христианская. Никакой. Никакой теория не мусульм, ни иудейская теория. И, кстати, не христианская. Но я пережил с ним встречу. Но я пережил с ним встречу. Вот. Личную встречу. Я был перед ним. Я знаю, что такое выходить из тела, знаю, что такое быть перед Богом. Не до наслышки. Это моя личная история. Я знаю, что это означает, чтобы уйти из тела. Я знаю, что это означает, чтобы с ним встретиться. Это не как я слышала что-то. Нет. Это что-то, которое я действительно испытывала в моей жизни. Ну, хотя прошло уже почти 40 лет, но я до сих пор скажу. Это для меня как камертон в моей жизни. Что такое камертон? У музыкантов есть, да. Звук. То, что задаёт тон всей жизни. Но я не музыкант, я художник. Я заканчиваю училище армурское художественное. И, ну, у художников тоже есть понятие камертон. Я учил в арт-колледже для художников. И, понимаете, художники тоже имеют это слово камертон. Они имеют это слово. Вот и, что ещё сказать? Что я хочу сказать? О Боге. О Боге. О Боге. Какой Он? Как он? Он очень хороший. Он очень хороший. Бог очень хороший. Бог благий за нас по-всяк часу. Бог благословен. Его благословен. Он действительно очень хороший. Он очень хороший. И это не подхальмаш. Это не потому, что я священник говорю. И я говорю это слово не только потому, что я священник. Это потому, что он хороший на самом деле. Он просто очень хороший. В реальности. Я реально в жизни ничего лучше не видел. Даже не то, что тогда, первые 12 лет, даже и сейчас. Мне не с чем сравнить. Я знал тогда любовь мамы, папы. Но это нельзя было сравнить. Я знал любовь моей собаки. И она меня очень любила на самом деле. И она меня очень любила на самом деле. Она меня облизывала в детстве, я помню. И она на меня смотрела. И я понимал, вот ей скажи жизнь отдать за меня. Она отдаст жизнь сразу. Но его глаза, они были еще больше даже, чем глаза вот этой собаки или человека. Никого угодно вообще. Не передать. И я вернулся. Не буду подробно рассказывать, это очень долго. В земном озверении было несколько минут, но там это было очень много всего. Тем более я убедился, что рассказывать об этом почти бесполезно. Это другой мир совсем, это другое измерение. Помлете, сами пойете все. Потому что вот сколько мне объясняет, оно... Без всякой обиды. Это просто мое наблюдение. Хаджана Средин говорил, сколько ни говори халва-халва, во рту сладко не станет. Хаджана Средин говорил, сколько ни говори халва-халва во рту сладко не станет. Хаджана Средин говорил, что он хороший, он очень хороший, он очень богатый. Я все эти сорок лет, я просто познаю вот это, и как бы... Мои человеческие мозги не в это вмещают. Вся доктрина о Боге, все доктрины о Боге как о Создателе. Для меня это как попытка объяснить любовь. С помощью физики, химии, биологии. Это много объясняет, очень много объясняет на самом деле. И любовь можно объяснить и химией, и физикой, и биологией, да, это правда. Но даже если ты будешь Нобелевским лауреат, и ты объяснишь любовь с помощью химии. Но когда ты влюбишься, ты поймешь это, не как химик. Мне друзья с Израилем написали одну историю. Несколько дней назад она была. Несколько дней назад это произошло. Несколько дней назад. Маленькие котятки, подростки, играли. И вдруг большая собака прибежала. Она видимо вырвалась от хозяев. Бойцовская собака. И эта собака, она бросилась на те косяки. И она бы их просто, ну, это ей на один зуб, одним словом. И вдруг откуда ни возьмись, прибежала кошка. Мама их приня. И она такая, притом кошка такая вообще невиданебеличие. Вообще такая, совсем невиданая. Но эта кошка, она вот всеми когтями, какие есть у нее, все, короче, вцепилась в эту собаку. Морду все, раскрыли ее все. До самого глаз, короче, распорола когтями. Собака перепустила эту кошку, конечно. Ну, вся окровавленная собака убежала. Люди просто обомлили просто. Вот, котята были спасены. Я у себя в церкви рассказал эту историю. Я говорю, знаете, эта кошка о Боге знала больше, чем очень многие богословы. Потому что Бог есть любовь. Ладно, и что еще рассказать? Я стал православным священнослужителем. Будучи художником, я стал ходить в храм, посещать храм, читать, петь там. В 87-м году, в 87-м я стал в одной из церквей, в одном из храмов, стал читать, петь и руководить хоростом. Просто стильский храм. Просто стильский храм. В начале 88-го года священник этот сказал, Сережа, может ты уже пойдешь на полную работу, не просто раз в неделю, два раза в неделю, а каждый день будешь у нас в храме служить, будем тебе зарплату платить, будешь уже работать на полное время. Я согласился. В 88-м потом, в начале 88-го. В 87-м, де-факто, отдаю в 88-м. К сожалению, я стал со временем отходить от Писания. Которой я жил до того. Я извиняюсь, не рассказал, что когда я пережил смерть и воскрешение, я без Бога не мог больше себе представлять в жизни. И первой моей Библии были книги по научному атеизму, где я находил цитаты из Писания. В моей первой Библии были книги, атеистские книги, где я смогла найти цитаты из Писания. И я изучала эти цитаты, потому что... В советской войны не было. В советской войны не было. Все были ваши. Да, там находились места из Писания. Я даже помню, есть некоторые места. Первая была из пророка Иеремии. Там очень большая цитата была, и она начинала словами. Так говорит Господь. Там была большая цитата. И она началась с словами, «This is how God says». Мне просто меха радила от восторга. Я думаю, вот, раньше, думаю, пока не были люди, которые верили в Бога и знали Бога, могли слышать Его и записать это. Я не знал, что есть люди на земле, которые верят в Бога и знают Бога. Я не знал об этом. Я не знал, что есть люди, которые знают Бога. Потому что всех на меня окружали взрослые, с кем я пытался поговорить, значит, мои сверстники. Никто даже о Боге. Я вообще ноль информации. Ноль информации. Потому что все, кто вокруг меня не верили в Бога. И информация равна зеро. Абсолютно зеро. Абсолютно зеро. Вот, и... Да. Вот, когда я попытался, допустим, родителям кое-что рассказать, и тети, то меня стали показывать врачам уже, что думали, может, у меня осложнение какое-то там. Врачи, тем более, забугали, что могут быть последствия вот от того, что я был мертв. Последствия на мозг. У меня мозгов хватило больше не рассказывать ничего. взрослые. Но я понял, что у взрослых большие проблемы. Вот, я попытался с верстниками поговорить, ну, с одноклассниками об этом, о своем опыте. Я сидел за одной партой с одним товарищем моим. Моя фамилия Журавлев, его Гусев. Птичий по-моему. Моя фамилия Журавлев. А в английском как журавлев. Это один вид в английском. И его фамилия Гусев. Это, как гус. Так что, два фамилия фамилия. И мы с ним в госке летали. Мой товарищ любил фантастику читать всякую. И когда я ему рассказал, он говорил, слушай, это тебя инпланетяне похитили, наверное. И когда я ему рассказал, он сказал, ооо, ты должен был разрушен с алиэльями. Я говорю, ты вообще ничего не понял. Молчи вообще. Я сказал, не говори об этом, пожалуйста, разговаривай. Вот, и я хотел с ним поговорить, я не знал, как с ним разговаривать. Я хотел с ним поговорить, но я не знал, как с ним поговорить. Я приехал домой, я просто плакал. Потому что я хотел хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть снова. Хотя бы секундочку. Я не мог без этого жить просто. Его реальность более реальная. Когда я был перед ним, у меня было такое чувство, что вот 13 лет я проспал, и вот наконец-то я проснулся. А после возвращения эти дни были ужасны тем, как депрессия. Я понимал, что я как бы сплю, но я не могу проснуться, я не могу посмотреть ему в глаза. И я научился разговаривать с ним, не выходя из тела. Я научился во сне. Да, во снах учился всему. Моя первая библейская школа была сны. Во сне я учился всему. А перед тем у меня была даже такая, я вообще хотел с ним разговаривать, и перед тем такая идея возникла у меня. Я думаю, специально простым он поем много мороженого, заболею, и чтобы с ним снова увидеться хотя бы. Я даже был готов на это, лишь бы хотя бы секундочку, и мы снова посмотрели глаза ему. И пока в школе на уроках я сидел, я об этом думал, и я уже планов не осозрел уже. Но не дошло дело до мороженого. Во сне он меня научил, что можно с ним разговаривать, не умирая, не выходя из тела. Находясь в теле, не видя его, разговаривать с ним. В другом сне я узнал, что он мой отец. Для меня был такой стресс. У меня мама, папа, я никогда не думал, что у меня есть отец, тем более Бог, мой отец. Для меня это было вообще. Я помню первый раз, после первого сна я поговорил с ним. Я закрылся, и думал, если я позорюсь, то уж один на один как бы. Я разговаривал с тем, кого не видел. Я говорю, Бог, прием, это Сережа. Я ему все рассказывал во сне. А во сне я видел, как можно пересказывать ему, не видя его, обо всем, что происходит в твоей жизни. Многие сны, которые я видел тогда, они исполнились через двадцать лет, и больше, и позже. Некоторые сны, которые я видел тогда, они исполнились через двадцать лет или тридцать лет назад. Некоторые сны, которые исполнились. Некоторые сны не исполнились. Но самое удивительное, что я нашел из Библии цитаты. И стал охотиться за этими цитатами из Библии. Много книг по атеизму я перелопатил, чтобы найти эти цитаты. В 1984 году у меня товарищ один помог мне. Это был товарищ из художественного училища. Я закончил школу художественную и пошел в училище художественное. Я закончила школу художественного училища и пришла в училище, что относится к университетам. По статусу, да. По статусу, да. Называлось училище, но статус был другой совсем. Да, это был другой статус. А теперь это называется университет. Так вот, и у меня были друзья. И, одним словом, этот товарищ мой, он чуть постарше меня, он достал мне Библию. Я рассказывал ему о своем опыте. Он был очень сильно удивлен. Но он был первым человеком, который о Боге кое-что знал. Он не имел практики никакой, но имел теорию. Его бабушка была православной прихожанкой. И он достал мне Библию. Вначале доставал только на месяц почитать. Я знаю, что есть временные чудеса. Я несколько раз пережил временные чудеса. Когда время замедляется или, наоборот, быстряется. Ага, ой, time miracles, I'm sorry. I experienced some time miracles when seems like the time is slowing down. And, yeah, but for you it's like longer. Я думаю, в ближайшее время эти чудеса усилятся. I believe in the nearest time these miracles will become more concentrated, stronger, more often. Первым такой большой урок будет мое свидетельство. Хорошо? The first kind of lesson will be my testimony. Okay, and then we'll come to this, okay? Вот, и в течение месяца я, во-первых, прочитал всю Библию. And for the month, first of all, I read the whole Bible. При том, что я работал, что я учился в училище. Одним словом, что было загружено учебой. By the way, I was studying in the university during that time, and I was over occupied with studying at the university. Ну, там как раз еще, ну да, вольный слушатель был. То есть, получается, да, значит, поступал в училище взрослый. And then I was a free attendant. And I actually was applying... Была большая нагрузка, но в течение месяца я прочитал Библию. And I was responsible for lots of stuff, like, to study lots of information. But by the way, I read the whole Bible for one month. I understand all of this. I had enough time to rewrite lots of stuff. Потому что тогда я не был уверен, что еще раз Библию могу получить. Because that time I wasn't sure that I will be able to receive the Bible again. Я старался сколько успеть записать себе. I tried to write as much as I can. Я записал по себе полностью Евангелие от Матфея. I have rewrote the whole gospel from Matthew. Это в течение всего одного месяца я рассказывал об истории. I'm telling you, I'm telling you, this was only for one month. I wrote the book of Revelation for one month. The book of Revelation impressed me like a painter. I was surrounded by these images, these creatures, these beasts, these beasts. This was a very impressive impression. All of these images of these creatures lead to this part of curiosity for all of this stuff. And I really loved it as an artist. Матфея и Иоанна я переписал полностью Отковение. Matthew and John, I write these two books completely. Также многие вещи из посланий, фрагментальных, и из притч из псалмов. And lots of passages from the Bible, from parables and from other books from the Bible. Я еще раз говорю, это в течение одного месяца. I'm telling you, I did it just for one month. И при том, я потом смотрел, уже взрослым человеком смотрел на эти свои записи, они были сделаны неспешным почерком, они не были скорописью записаны. Ну, как правило. Реально очень скорописью. By the way, long after this, when I was much older, I had a look and I noticed, these notes were written very carefully. It wasn't like a long hand of the person who writes and who is in a rush. No, it was really very careful. So, I really wasn't in a hurry, I enjoyed it. Без сверхъестественного Духа Святого это невозможно вообще. Without supernatural divinity of Holy Spirit, it's impossible to do. Чудес много в жизни происходит. There are lots of miracles of God happening in life. Когда мы любим его, то ничего невозможно вообще. Everything is possible. Or nothing is impossible, if we love him. Ладно, и что еще? И, приходя в православные церкви, тогда же, это были все в 80-е годы. Середина 80-х. All of this was the middle of 90-80s. Поначалу я воспринимал православие как музей. Вот честно говорю, он никак меня не ассоциировал с Богом, с кем я пережил встречу. Я даже подозреваю, что если бы тогда я познакомился с кем-то из евангельских верующих, то я бы, наверное, присоединился к какой-то протестантской церкви. Я так думаю. Уверена. Кстати, когда в 88-м я стал служить уже в храме на полное время. Мама меня спрашивала, а почему ты пошел в храм православный? Почему не пошел в мечеть или в синагогу? Почему ты пошел в православие? А я говорю, мама, у нас не было ни синагоги, ни мечети, у нас все, что было с религией, связано, это только лишь один храм, не было никаких альтернатив у нас, где мы жили. Со временем мне понравилось пение православное, я вошел во вкус, во раскушу, мне понравилось. И в 87-м я стал служить в храме, но вопросов все равно много было. Я священнику спрашивал, священнику, отец Ам, говорю, вот почему, допустим, надо молиться кому-то еще, помимо Господа, но не глупо ли это, не лишнее ли это вообще? Я ему реформаторские вопросы задавал. Я говорил, значит, по поводу молитвы за умерших, ну зачем вот, не все ли ясно, что надо молиться за живых людей, зачем за улакои? По поводу целования икон, мне тоже непонятно. Но со временем я, значит, в это вошел тоже. А священник мне говорил, Сережа, ну ты что, самый умный, что ли? Ну представь, ты, уже церковь 2000-х существует, что мы все, ну, заблуждались, все отцы церкви, что ли, заблуждались, получается. И священник сказал, are you a buggy brain, like, do you really think that you have to ask such stupid questions, like, it's a history, we have been doing this for a long time, why do you think that you are entitled to ask these questions and to deal with it? Ну, я думал, ну, может, на самом деле, может, я что-то не так понял. I said, like, okay, maybe it's something about me, maybe I don't understand something. И священник стал мне давать свою литературу, стал давать отцов церкви, я стал читать их. And the priest started giving me his literature about the fathers of church, and I started reading it. И, как ни странно, именно, ну, теперь понятно, почему, я, придя в православие, я стал постепенно отходить от слова Божьего. And, however, strange is that, as long as I came to Orthodox, I understood that I started stepping aside from God, and from the word of God. Александр правильно сказал такую вещь, что, и очень практическую вещь такую, что многие священники, они действительно невозрожденные, не знают Бога. Александр mentioned rightly that, unfortunately, lots of Orthodox priests, like, lots of priests, they are not reborn, like, born from above. Это, конечно, проблема не только у нас в православии. Конечно, это проблема не только у нас в православии. Это проблема, она вообще межконфессиональная. Это, о, малышка, мультиконфессиональный проблема, like, проблема, который occupies lots of confessions. Вот, и потому что я много знаю и католических священников, и протестантских священников. Я понимаю, что многие из них люди невозрожденные, спеши, не знают Бога. Я понимаю, что многие из них люди, которые не были born from above, они не знают Бога, лично. Без обиды просто. Please. It's like, I didn't want to offend anyone, rather. Вот. Потому что, теоретически, можно быть спасенным. Just because, theoretically, you can be saved, theoretically. Быть христианином, как бы, да. You can be a Christian in theory. Но, на самом деле, в православии мы становимся православными, в цизме, в католиками, в протестантизме, в протестантами. Но христианином мы становимся только от Иисуса Христа. But Christians, we can become Christians only from Christ, if we look from Christ. Духовное возрождение только лишь от Бога происходит. Нет кого больше. Spiritual revitalization can come only from God. Реформация, по-человечески, делала невозможное вообще. Я верю, что это возможно с Богом. But I believe this is possible with God. С Богом все возможно. Everything is possible with God. Потому что Бог – всемогущий Бог. И в 2003 году я получила откровение об этом. Я расскажу твою историю в конце сейчас этой части. И перейдем все-таки к теме. Но скажу еще перед тем, что до 96-го года я служил священником традиционной православной церкви. That before 1996 I had been ministering in Orthodox Church as a priest. В 96-м году я вышел из Московской Тариархаты. In 1996 I got out of Russian patriarchalism Orthodox Church. А вышел по идейным соображениям. Потому что разочаровался во многих доктринах и в практике, которые я осуществлял религиозно. I got disappointed in lots of practice and doctrines, which I was doing. Я пережил возвращение к Божьему Слову. I experienced the converting to God's Word, like coming back to God's Word, revitalizing the Word of God. Oh, revival, thank you. To God's Word. Вот Библия вернулась в мою жизнь. И я познакомился с одним протестантом. Это был пятидесятник. Он сейчас пресс-фитером в городе Сураж, Брянской области. Now he's pastor in the city, in the town of Suraj. В какой области? В Брянской, в России, в России. Брянская область. Ритчин, да. И мы с ним обменивались литературой, книгами. We were exchanging literature. И он мне дал прочитать проповеди одного проповедника протестантского. He gave me to read the sermons of one protestant preacher. Которые очень сильно меня потрясли. И развернули меня назад к Библии. Развернули меня назад к Богу, к моей первой любви. К Иисусу Христу, к основанию. Написано же, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое здесь есть. Люди пытаются положить другие основания, и я пытался. Я пытался, чтобы сделать капстон. Except there is only one капстон, this is Jesus. And no one can set another капстон. So, yeah, this is a second one. И после прочтения той книги, я помню, вернулся, я нашел свою Библию. Нашел свою старую Библию. Я открыл Библию, ту старую мою, которую читал, и плакал над которой много раньше. Я ее уже к тому времени несколько лет вообще не открывал. И представляете, и я слышал голос, тихий голос внутри. Это как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Я же не дурак, сам с собой разговариваю. Но тихо-тихо внутри звучало, Сережа, посмотри. Представляете, я знал, что это Бог. Потому что только Он так меня называл. Когда-то, тогда еще, в 80-х, в середине 80-х. Я называл его папой, папочкой, а он меня называл Сережей. И потом, столько лет у нас не было вот такого разговора. Я привык эти годы последним молиться по написанным словам уже, по молитвенникам. С 87-го года священник даже мне сказал, что не надо Бога обращаться к папочке. Только лишь Отче наш, Ижи и Сины, и прочее. Формально, официально. И он меня снова назвал Сережей. И он сказал, посмотри. А я не мог ничего видеть, от волнения. И потом голос продолжал, тихо. Внутри, где-то извне, где-то нот, вот где-то здесь. Почему тебе было все хуже и хуже, он говорил. Ты старался больше и больше. А было все хуже и хуже. И опять тишина. Я не могу ничего не прочесть и не сказать им ничего, не могу сказать. И потом тихо голос вновь продолжает. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все, вот откуда он пришел, куда он ушел. И я понял, интуитивно понял, что это как в разговоре. Что он ждет сейчас, что я скажу. Ну, он сам спровоцировал, назвал меня Сережей. Я поэтому снова назвал ее папочкой. Я забыл, что все эти годы я так не называл его и как бы держался. Не молился своими словами никогда, а только лишь по-написанному. Я попросил прощения. И, среди прочего, сказал следующее. Безопаснее для меня доверять твоему слову. Я сказал, слишком много разных учений в моей церкви и вообще в православии. Противоречия много, очень много противоречий. Даже в самой теологии, в теории. Но и между теорией и практикой, или еще больше. И я сказал, безопаснее для меня доверять твоему слову. И я помню, даже сам Львус, как я сказал, красиво. Знаете, что я ощутил? Как будто во мне какой-то переключатель переключили. Через несколько месяцев я вышел из традиционной православной церкви. Потому что за несколько месяцев произошла такая реформация, трансформация, понятно, вообще полная. Потому что в несколько месяцев у меня была такая большая трансфигурация и трансформация в моем мозге. Я вновь засчитывался Библией. Я молился только лишь к Богу уже. Я не имел никакого желания уже молиться кому-то еще на стороне. Я не имел никакого желания молиться кому-то еще на стороне. Вся система многобожия, наверное, была у меня в разуме. Как шелуха, а шелушилась просто вообще. Малти-гадес, как хорошее слово, интересное слово. Тихо, что придумала. Да? Молодец. Я не слышал такого. Я английский слушаю так, но я не знаю, потому что слушаю. Молодец, хорошо я импровизирую. Это хорошая импровизация. Малти-гадес. Малти-гадес. А что, Мартин Лютер тоже переводил Библию, а где не было слов по-немецкому, он взял, а придумаем что-то. И до сих пор этим пользуется. В Германии спасибо Габрию Лютеру. Если нет такого слова, если не существует Мартин Лютер, то он также не существует. И он просто привел его к вокабулу, и сейчас Германия еще благодарна Мартину Лютеру. Алина, фамилия Машине Лютер? Так, шутка. Ну, вообще, знаете... Целовать иконы, почитать мощи... Иконы. Икона. 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 На уроке я расскажу об этом, как это все пришло в христианство. Православие чрезвычайно демонизировано. Очень много оккультных традиций. Это христианство. Это христианство, да. Это христианство, да. Но это очень проблемная ветвь христианства. Я думаю, что даже это самая проблемная ветвь христианства. Потому что христианство вроде как бы, но на самом деле христианства почти нету. Очень мало. Ничтожно мало. Даже проще порой в чем-то миссионерам в католической культуре проповедовать. Но об этом попозже. Но я верю в информацию. И как произошло мое такое, вот скажу, откровение пришло ко мне. К тому времени, это было в 2003 году. К тому времени я уже служил как информатор, трудился. Здесь, в Украине. И с 1996 года я трудился как реформатор имена. Но откровение, именно Рэму, как Рэму, понимаете, я получил имена в 2003 году. И это произошло через одно происшествие. Мы ехали в Россию. С женой, с детьми. Я был за рулем автомобиля. И я попал в ДТП. Я сбил подростка. Этот старшеклассник ехал на мотоцикле кататься. Из одного села в другое село ехал он через трассу. Это было в Сумской области. Это было в Сумской области. И вот интересно, что удар был сильный. Для мальчика был смертельный удар. И моя семья была цела, я был цел. И когда я убедился, что семья цела, я выбежал из машины, смотреть, что с мальчиком. Мотоцикл валялся в одной стороне, а в другой стороне. И мальчик был без признаков в жизни. И я впервые в жизни тогда молился за воскрешение умершего человека. Впервые в жизни. Но после 2003 года уже несколько случаев было воскрешение, когда я воскрешал мертвых. Но тогда был первый случай, первый раз. И к этому невозможно подготовиться. Надо быть готовым изначально. И это нельзя подгадать. Просто будьте готовы воскрешать мертвых. Важна внутренняя готовность. Больных исцелять, мертвых воскрешать. И не важно это днем, ночью, на дороге где-то. Вы участник этого происшествия или кто-то еще. За эти годы несколько случаев воскрешения мертвых произошли совершенно в разных условиях, в разных ситуациях. Абсолютно разных ситуациях. Но в 2003 году это было на дороге, это было в ДТП и я был виновником этого ДТП. И Бог воскресил этого мальчика. И потом очень быстро его исцелил Господь. Его скорая помощь забрала с ранами и несовместимыми жизнью. Врачи не верили, что живым довезут его до больницы. Но я понимал, что если Бог его сейчас воскресил, это не за тем, чтобы он умер по дороге, он будет жить. Но пока везли его туда в больницу, на протяжении 10-15 минут он был полностью исцелен. Раны несовместимыми жизнью были исцелены. У него сзади голова была, как перескалый арбуз треснут, там мозги были. Ну там другие, то я... Чтобы вам было понятно, что произошло. И за эти 10-15 минут его голова захлопнулась, заросла бесшовно и кожа срослась, как будто бы никогда не ломалась и не рвалась. И только кровь оставалась свидетельством, что все это было на самом деле. Врач потом говорил, что это чепарщина какая-то. Врач сказал, что это чепарщина какая-то. Ну да, но он неверующая, поэтому для него это было. В Америке обычно смотришь фильм, они пугаются и говорят, ой, Jesus. А у нас обычно, о чёрт. Разная харизма, разная культура. И говорят, ой, Jesus, ой, Jesus. И люди в Украине говорят, что это чепарщина, что это чепарщина. Это чепарщина, это чепарщина. Мы просто говорили чепарщина, потому что наша культура. Вот, значит, и... Ну это был не дебил, это был Бог. Но это был не дебил, это был Бог. Вот, и, значит, что ещё? Что ещё? Не только новые переломы все заросли за 10-15 минут. В течение того дня делали ему два раза все снимки, проверяли его всего. Больнется там. И внешне, и внутри он был целый полностью. Большой мощностью. Большой мощностью. И даже у него был старый перелом, он лежал в этой больнице когда-то. И следом старого перелома исчез бесследно. Как будто не лопался его больше никогда раньше. Врач говорит следователю, в моём присутствии в кабинете следователя, что, значит, не бывает бесшовного срастания кости. И от новых переломов нет следов. И от старого перелома даже, который был у него когда-то там. Нет следов. Такого не бывает, говорят. Доктор тестировал, как и проявил, что это не возможно. Потому что не возможно для болезни чтобы они не хотели ни одного сияния. И не было старого сияния. И не было старого сияния от старого болезни. Но это тоже не разрушило. Он сказал, что это не возможно. Когда мы ехали обратно в Киев, я пережил ещё один стресс. В тот же день, вечером, ночью. Хотя я думал, что для этого дня уже вот так вот стресс. Я думал, я верю, что не настолько, чтобы там вот мёртвого смешали. Для меня это был стресс. Ладно, там где-то проповедники где-то в Африке, Латинской Америки, ладно, там... Оно у нас здесь, и тем более я молюсь. Я знаю, что люди могут это делать в Африке, или в Латинской Америки. Да, они притягиваются. Но я? Почему? Как это может быть? Почему? И теперь-то я знаю, что Богу не нужна даже большая вера, больших чуев. Ему нужно горчичное зерно. То есть дай шанс ему, а он нужно совершать дела. Я знаю, что Бог не нужна какой-то супер-дупер большой фейс. Это просто достаточно, чтобы иметь фейс, так много, как мастер-сит, и это будет достаточно, чтобы совершить чудеса. Но я пережил ещё один стресс. Бог заговорил со мной. Это было громким голосом. Никогда у меня не было такого, ни до того, ни после того в моей жизни. Никогда. Уже прошло 16 лет после этого. И никогда не было такого у меня. Если честно сказать, даже не особенно хочется снова подобное испытать. Волос слышит часто. Это огромнейший стресс, просто я пережил. Это огромнейший стресс. Даже больше, чем воскрешать мёртвого. Если кто-то из вас воскрешал уже мёртвого, то он знает, о чём я говорю. Если нет, то попробуйте воскресить, и потом поймёте, что когда Бог говорит, это ещё больше стресса. Эмоционами ещё больше потрясения. Поэтому спешите слушать Бога. Единственное, что позволяет этот стресс пережить и выжить после этого, это любовь. Больше ничего. Мне это только помогло. И я слышал три раза. Он громко говорил одно и то же. Он спрашивал меня. Жена моя была со мной, дети были. Но, как потом выяснилось, жена ничего не слышала. Получается, только я один слышал это. Я много раз потом спрашивал жена, может быть, хотя бы какой-то шум слышал дополнительно, хотя бы хоть что-то. Я не мог поверить, она ничего не слышала. Но это было слышно ушами, это было слышно очень громко, настолько, что далеко за машиной это слышно было. Я так полагаю. Я в Америке бывал несколько раз, но я бывал в славянских общинах, в русскоязычных общинах. И я как бы американцев самих мало видел. Ну, и американцев, и американцев. Американцы, и американцы. Да-да, если бы выразиться так. Вот, но интересно, значит, там видел несколько раз, когда черные ребята в своих машинах закрытых, да, значит, слушают громкую музыку, аж машина вибрирует аж. И мы рядом, у нас тоже машина закрыта, значит, и их шум слышен у нас в машине, их музыка слышна у нас в машине. Я думаю, бедные в черные уши вообще. Что они там ощущают? И вот, знаете, вот нечто подобное, я думал, оно и произошло, потому что думал, слышно далеко за машиной. Он сказал мне, ты это видел? Только громко. И три раза он мне спросил это. Я ничего не мог ответить ему. Что-то пробуднил такое, вроде, да, Господи, но ничего не мог ему сказать абсолютно. А потом, после третьего вопроса этого, он сказал следующее. То же так же громко, так же, вот так будет и с церковью. И все, больше ничего не слышал. И вот до всего вечера, до всего вечера. И знаете, но, когда я ехал до Киева, еще долго было ехать. Место из Писания, само собой, вспоминалось. На Союзе, одно и то же в голове крутилось. Это не было голосом, это была моя мысль, но это было изгиблия. И я не мог ни о чем другом думать. Это одно и то же, одно и то же в голове крутилось. Я Есим Воскресенье. Я Есим Воскресенье. Я Есим Воскресенье и Жизнь. Я Есим Воскресенье и Жизнь. И верующий в меня, если умрет, оживет. И тот, кто верит в меня, даже если он умеет, он исчезнет. Поэтому, скажу так сейчас, что реформация в православной церкви, либо вообще в христианство, она невозможна по-человечески. Но Богу все возможно. И все возможно тем, кто с Богом. Пусть Господь благословит всех вас. Это свидетельство такое длинное получилось. И мы после перерыва перейдем к занятию, да? Я буду говорить о восточной церкви, православной церкви. Но о какой бы церкви мы ни говорили, есть одна церковь Господа Бога. Есть много метвей разных. Но древо одно. Корень один. Да, многие ветви чрезвычайно больны порой. Некоторые ветви поломаны бурями. Некоторые ветви уже засыхают или засохли уже. Некоторые ветви и листья поражены болезнями. Но церковь Иисуса Христа это тело Его. И оно оживет. Потому что основание одно. Израиль в своей истории знал подобные истории уже. Однажды Израиль духовно напоминал поле мертвых сухих костей. И Господь спрашивал пророка, воскресят ли эти кости? Оживут ли эти кости вообще? Воскреснут ли эти люди вообще? По-человечески невозможно. По-человечески невозможно. Поэтому пророк сказал, что, ну да, ты знаешь Господи. Только ты это можешь. Только ты. И Бог сказал говорить слово этим костям. Кости зашевелились. Обросли. Появились трупы эти. Потом вдохнул дух. И они воскресли. И сегодня воскресятся. И когда Господь выводил Израиля из Египта. Он дал Моисею знаки. Мертвая материя, посох стала живой материи, стала змеей. И неизлечимая больная рука, прокаженная, остановилась здоровой опять. Он мертвый делать живым. Больное делать здоровым. В протестантской церкви многие уснули. Бог пробудет, разбудет. А православная церковь бесполезна будить. Но Бог их воскресит. Встань, спящий, написано. Воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Освятит тебя Христос. Апостол Павлов. Думаю, пророческий еще имеет в виду, что спящий Бог будет пробуждать, мертвых воскрешать. И свою церковь он осветит. Так что, пусть Бог благословит вас, друзья. Благословляю вас. Давайте встань, друзья. Я спою благословение священника Вас. I will sing the blessing of the priests according to you in Jewish language, or in Hebrew. I will sing the blessing of the Lord, and I will sing the blessing of the Lord. I will sing the blessing of the Lord. What did you feel when you went out of the body, and when you came back to the body, did you experience any changes? Were there any problems? Which kind of problems did you? That you were in the spiritual world, and not everything is okay always in the spiritual world. I took a lot of God's love. I took a lot of God's love. I got sick with lots of God's mercy. I can't imagine my life without you. I can't imagine my life without you. I got something out of it, like a character of God's love. I know that he loves us so dearly, so much. It's been 40 years as I am trying to bring, to show this love. My first years I wanted to bring it through masterpieces, through art. Then I tried to bring it through the church, like ministry in the church. Now I want to bring it through the preaching of the word of God. But God's reality is much more real than this world's reality. This is also a good, pretty good reality. This is an amazing reality. It has its own things which don't exist in God's reality. When I got there, I was in front of God. You understand everything totally on another point of view. Then, let's say, I take a bottle of water, right? For instance, I take the glass of water. Just for instance. Here it is as if I take it. There it is as if I take it. There it is as if I take it. And there it is as if I take it. It seems like I lose it. I'm giving it out. I'm giving it out. I'm giving it out. To get out of me. And something which I am giving to some person is like the same thing which I am receiving. So it's totally another point to me. The most stout there was egoism. The most stout there was egoism. Yes, it was egoism. I believe that it was so... It was so shameful. It was so embarrassing. It was so embarrassing. And I felt I received lots of shame because of my egoism at that time in the beginning. Because until 13 years ago I lived only for myself. I didn't think about it. I didn't think about it. I was living only for myself. I didn't care about anyone. I didn't care actually about anyone. So I was really focused on me. I felt like I am very silly because... And I thought that maybe I am the worst boy in the world because I was living for myself. And I didn't suspect that God exists. And it turns out that He exists and He is like this. And people are like adults here even though there are children here. I was like 13 years old. And then I was like 13 years old. But the thing is when I got there in the presence of God. I wasn't thinking like a small boy. I was thinking like I am adult. So it's totally another measurement and thinking. People, there are children, if there are children here, they think that they are like adults there. And you know what? If you look from the distance of that world upon this world, you know what seems like to be the best here? Мне это показалось самое удивительное. Вот в этой реальности. The most amazing thing in this reality, you know what seems... What was it? Вы не поверите. We will not believe. Время. It was time. Я просто был удивлен. Я еще не думал никогда, что есть вот понятие вечности. Но попадая в вечности, ты сразу мыслишь совсем по-другому. Как будто это нормальное состояние твое. Я просто удивлена с позициями времени. Потому что в этом мире ты вы限рили с времени. Но когда ты приходишь к атомии, время считается очень смешным. Какое-то странное. Вот это любование, что есть время, оно очень красиво. Оно как художник меня впечатлило очень сильно. Это творение Бога. Оно очень хорошее творение Бога. Это тоже очень хорошая вещь. Вот. Ну ладно, не буду вас... Может, еще что-то вопросы? Может, какие-то есть более такие? Касающиеся этой реальности? Потому что я говорю, что в той реальности... Вот... Померешь, сразу поймешь. Ментально. Сразу сообразишь. Тем более, у вас есть преимущества. Вы о Боге уже много знаете информации, по крайней мере. Вы так не позоритесь тем, что вы о Боге ничего не знали. Что вы будете готовы морально к этому. У вас не будет такого стресса, как у меня. Такой сильнейший стресс был. Понимаете? Я не знал, что вообще... Что есть что-то вообще за порогом этой жизни. Вообще. Даже ноль. Я не имел даже голливудских таких извращенных пониманий о какой-то жизни там. У нас не было в Советском Союзе такого даже вообще. Абсолютно. So the thing is like, you will not feel so that shameful because you know about God. I mean, like, you know a lot about God. Because for me it was totally another experience. Even in Hollywood film I couldn't understand such kind of measurement or reality. But you have some imagination of God. It will be easier for you. This is your privilege. Но, друзья... Ваша миссия... Как вообще миссия христианства вообще в целом? Like a mission of Christians in general. Явить людям его любовь, Божью любовь. Just to reveal God's love to people. Не религию. Не религию. Не традицию. Не традицию. Не протестантскую. Не православную. Никакую еще. Никакую еще. Никакую протестантскую. Никакую еще. Никакую еще. Любовь может. But God's love. Ну так. Ладно. Ладно. Еще вопросы какие есть. Do we do more questions? Да. Спасибо. Кстати в этом не место выemp skin. А только ладно. Как Вы видели или чувствовали «остатственный дух», так и «трость»? Я не знал этого. Я вообще даже о Боге не знал, не то, что о Кровице. Знаете, я у себя в церкви обычно говорю так, я не знаю, не хочу вас смущать, как теологически смущать вас, не хочу. Но я точно знаю, немного вас подготовлю. Не сильно углубляйтесь в теологию. Вас ждут очень многие разочарования. Большой стресс ждет. Знаете, люди спорят порой, уже два тысячи лет спорят, Бог троица или двоица или единица или вообще множество. Бог есть любовь. И Он один. Но не просто един. Опять, вынужден теологию. Жмай Исраэль, Адонай, Элогейнам, Адонай, Эхад. Эхад значит не просто единый, а единый как многообразный и все во всем, и Он во всем, и мы в нем. Эхад. Даже когда к мужу и жене говорят... Стой, 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 стой. О, извините. Эхад. Эхад means one, but it's not like only one and only. It means that we are in Him, He is in us, and He is general everything, and He feels everything. And when husband and wife are speaking, if we are speaking about spouses. А библейское слово Эхад, оно употребляется по отношению к Всевышнему и по отношению к человеку. А по отношению к человеку как употребляется, кто знает? По отношению к мужу и жене. И будут двое одной плотью. То есть по отношению к Всевышнему Богу употребляется Эхад. И по отношению к семье. Представляете? О том, что Бог Троица, я узнал гораздо позже. Уже через некоторые годы. В Библии уже узнал это. Потом в церковной православной традиции об этом узнал я. Но я одно скажу, что Бог намного больше, чем все наши представления о Нем. Главное любите, потому что любовь, не человеческий мозг, не ангельский мозг, не в состоянии уразумевать Бога. Но все Его творение может познавать Его. И люди, и ангелы, и животный мир, и растительный мир. Все может познавать Творца. Любовь. Это все творение понимает это. Любовь понимает растения. Любовь понимает животные, птицы. А, птицы и животные понимают? А на Ипатии человеческий род. И поэтому именно вот как раз любовь мы и прознаем его. А греко-римская теология, представление, система ценностей, она изначально ставит начальное понимание, потом любовь. Иудейская, библейская, еврейская теология как бы. Система. Она обратная. Мы даже пишем задом, вперед. И она изначально ставит любовь. А потом уже понимание. И только лишь через любовь ты имеешь понимание. Никак и нашим. Я вам даже по секрету скажу. По секрету всему свету. Что даже в старой еврейской традиции Многие евреи будут сейчас недовольны, правда. Братья из меня. Есть тоже понимание Троицы. Вы будете шокированы. Но это не выносилось никогда, как в христианстве, на знамена, на публику. Никогда. Потому что и Шамай старший, и другие цадики, и другие Они понимали, что 99% и 99% То есть почти 100% евреев не в состоянии этого уразумевать вообще. И тогда в жизни вообще. Это тайно. Учителя Израиля говорили, что это лишь единицы могут постичь эту тайну. И это очень ограничено. Единицы. Да, да. Самые влюбленные. На иврите звучит этот стих из песни песни. Опять-таки. То есть я, да? Они. Скажи они. Это значит я. Вот пощупай себя, попробуй себя. Скажи они. Они. Ле-до-ди. 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 Ли. Ли. Буквально я в моем возлюбленном. Я в нем. Я ему всецело принадлежу. Без остатка. А он мне. Он во мне. И буквально это означает. Ле-до-ди. 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 Обоих супругов. Одновременно. И полное удовлетворение. Дух, душа и тело. Единение супругов. Полное их соитие. Он в ней, она в нем. Духа и тело. Мы превратились в одно. И древние мудрецы говорили еврейские, что это лишь слабое подобие нашего единения с Творцом. И что Он творец намного больше. Мой возлюбленный прекрасен. Мой возлюбленный прекрасен. Кракше тысячи других. Он лучше, чем тысячи других. Вид его подобен кедру. На подножьях золотых. Вот он идет. Господь глядет. Мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится. Отвори, сестра моя. Время пения настала. Голубица чистая. Ты самый красивый и чистый душ. Аллилуйя. Аллилуйя. Что еще у вас интересует? Я хотел спросить, как я взял мое понимание, что где-то примерно церковь протестантская стала около тысячи лет назад в Украине? По христианской. По христианской. Чуть больше тысячи лет. Что, по вашему мнению, привело православную церковь к духовному упадку? Православие пришло уже сюда, будучи в таком упадничном состоянии. Православие пришло уже сюда с большими проблемами. Разбавленная греко-римской философией. Многобожьим и идолопоклонским. Религиозным оккультизмом разбавленная. Это как обезжиренные сливки, не знаю, или как несоленая соль уже пришла сюда. Ну, какое-то извращение, не условно. И, кажется, это соль, но без соль. То есть, процент был христианством, но чрезвычайно низкий. К сожалению, да. И плюс еще здесь оно смешалось уже в Украине. На Руси уже смешалось еще с местным язычеством еще. И, по-моему, это было соль с локальным паганским. Да. Поэтому получился такой микс довольно-таки. Это было очень большой микс. Православие чрезвычайно также антисемитским является. Очень сильно. Протиеврейский, правильно? Да. Протиеврейский, да. И, хотя даже и немало священников православных евреев. Но мы видим из Библии и из истории, что очень многие антисемиты, сами евреи, самые злостные антисемиты, как правило. Но мы видим из истории, и из жизни, что люди, которые самые антисемитические, и самые кролицы в этой позиции, как правило того, что они Jews. На занятиях я буду говорить об этом. Я буду говорить об этом. Я очень Богу благодарен за вас, за всех. Любите Господа. Любите окружающих. Будьте миссионерами своего сердца. И миссионерами всех окружающих. Исцеляйте больных. Не стесняйтесь. Не удерживайтесь. Если побуждение чувствуете, возлагайте руки, молитесь и исцеляйте больных. В этом Бог прославляется очень сильно. Особенно, если будете проповедовать в мусульманской среде. В иудейской, еврейской среде. Я много проповедую и в еврейской среде, и в мусульманской среде. И очень часто никакая теология, никакие убеждения не действуют на религиозную, на грамоту. Но когда молюсь, или человек исцеляется. Но когда я молюсь, человек исцеляется. За одного чечена молился. Ваххабит, очень ортодоксальный мусульманин. За кого? Чеченцы. Ортодоксальный мусульманин. Он не хотел слушать мне даже. Но я видел, он презирал христиан. Меня лишь терпел, потому что я, ну, в рясе с Христом, как бы священнослужитель. Трудно разговаривать с человеком, у которого рядом автоматы, который открывает огонь на поражение без предупреждений. Притом, значит, и притом он будет прав на своей территории. Но я вижу, что у него кожа поврежденная. И вот почувствовал сострадание такое вот. И на шее у него тоже кожа поврежденная. А я спросил, что за проблема у вас? Ну, он сказал, что экзема, как это еще, кожная болезнь, страшная корочесть, не заживает кожу у него очень долго. Говорю, а можно помолюсь за вас? Говорю, я исцелю вас. Потому что я молюсь. И Бог, Он совершает чудо. Вот, и он согласился. Хотя очень осторожно. Его кожа очистилась. Остались рубчики. Он был шокирован. И он слушал потом. Когда мы расставались, он меня обнял. Назвал братом. Понимаете, я говорил, что Иса Масих – это не только пророк, он мой учитель. Мой Господь и Спаситель. Иисус Христос, Иисус Христ, Иисус Христ и Самасих. Теологически к нему нельзя было подойти, никак. А вот такие методики Христова, они действуют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok